привет друзья привет что молчишь привет друзья привет сегодня в анапу приехали до очень важному делу поставили прививку от к вида повторную ревакцинацию сделали вот ну и тут вышли немножко покажем цветочков всяких разных фанатов что цветут сейчас 28 апреля спутника light нет у нас спутник ли поставили и причем в процедурном кабинете медсестра спрашивает один раз будете делать или два мы думали ревакцинация всегда один раз делается мы сказали один чтобы меньше есть то есть сложные слова они выучили однократная прививка или типа двукратная а чего они обозначают и нам объяснить значит они еще не выручили ну ладно почему поехали в анапу потому что в гостогаевской это в нашей поликлинике то очереди коридорчик два квадратных метра и там стоят 10 человек рядом больные здоровые на вакцинацию не на вакцинацию а тут хорошо и в регистратуре никого не было никакой очереди это мы в районе обеда приехали у кабинета прививочного тоже ни одного человека замечательно одна из зон селфи до памятных фотография в анапе это конечно вот эти вот цветочные часы сказать что они не существовали всю жизнь поставили а что-то я забыл лет 10 или 20 назад как ты мог помнить ты тут живешь 8 лет не но я же узнавал по моему мэр был по холмов и он это дело значит полного лил а когда я работал в редакции и помню лет пять назад наверное их остановили и увезли на реконструкцию то ли в саратов то ли в самару значит потом реконструировали и тут значительно перекопали потому что грунт более менее сползает значит и механизм часов тоже под испортился вот их отремонтировали по-моему неудачно потому что через год опять ремонтировали но в любом случае цветы процветают то есть зимой в осенний весенний период здесь высажены виолы анютины глазки до приводить да а на лето здесь высаживают петуньи потому что вот виолы выдерживает там по-моему до 0 градусов и даже мороз выдерживает а жару не выдерживает а жару не очень а петуньи любую жару стоят а жара вы час на прямом солнце она сейчас 28 апреля 25 градусов ты расскажи анекдот про эти часы анекдот из жизни когда ты в редакцию устраивался работать и пошел искать фотографию я не помню а мне надо было сфотографироваться на какие-то документы личное дело что ли почему-то у меня потребовали ну и я пошел и выхожу у девушки спрашиваю а где фотографию нет ты не так спросил девушка где здесь можно сфотографироваться да она говорит вот возле часов направила меня сюда ну то есть ну я сам не грамотно задал этот вопрос то есть фотоателье но я в итоге нашел его где-то там на страханской возле кинотеатра родина традиционный памятник ленину как в каждом городе советского союза перед ним фонтан фонтан пока не работает можно бросать монеты когда фонтан работает монеты бросать нельзя и вот еще одно замечательное место в анапе как бы официально называется сквер гудовича но здесь вот можно отметить что пересечении улицы ленина и крепостной и здесь вот напротив магнита именно цветут сакуры они становятся с каждым годом все больше деревья вы знаете этот год очень удачный в отличие от прошлых когда были мороз дожди и сакура была такая бледная такие вялые цветочки какие чахоточные а вот здесь вот просто красота интересно не пахнет совсем цветок и кстати розовый абсолютно розовый цвет у этих цветов я сейчас как раз картинку рисую раскрашиваю картину по номерам называется букет сакуры и там сакура в основном красная ярко-красная совсем чуть-чуть розового а у нас видите какая нежно-розовая очень красивая такие крупные цветы чудесное дерево это самые доступные для туриста деревья сакура они есть еще в нескольких местах в анапе но вот это вот самое доступное в туристическом месте и вы можете посетить ну то есть рядом с памятником ленину скажем так есть другое огромное дерево на улице советской ну туда вы наверно с трудом можете добраться вот и цветет примерно приблизительно можно сказать в зависимости от сезона от 20 апреля до 20 мая тоже то есть может и 15 мая только за цвести а может вот как сейчас 28 апреля вот и все спасибо друзья что были с нами подписывайтесь ставьте лайки всего хорошего до новых встреч всего доброго пока пока пока